Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну, мы, наверное, с места в карьер сразу. Да, ну, наверное, поговорим, что раньше считалась охота, ну, наверное, занятием человека для пропитания. Затем она превратилась, может быть, в такое изысканное времяпровождение богатых людей знати. Охота сегодня, что это такое? Ну, наверное, это вопрос, которым задаются многие. Но на самом деле это не развлечение, ну, как такое представление иногда создается. Без охоты сегодня практически невозможно обойтись. И почему? Это потому, что если мы даем природе самой, мы сильно уже вмешались в природу, и она уже сама собой не может справиться. И мы таким образом подвергали и лесное хозяйство, и сельское хозяйство практически уничтожению. То есть получается, что такие санитары в том числе, можно сказать? Так можно сказать, да, это необходимость, регулировка животных, популяции животных, и, естественно, разумный контроль за популяциями. Этот разумный контроль, это тоже такой момент, кто-то придет и скажет, что там все, что естественно, все должно естественно развиваться, и природа сама знает. А как вы знаете, что сколько надо, сколько там, не знаю, есть же разрешение там волки, косуля и прочее? На кого у нас вообще охотиться можно? Ну, вообще уже это давно поставлено на научных основе. Ученые исследовали, сколько каких животных, на какой территории должно быть. И плюс-минус к этому и мы стараемся придерживаться. Как вы считываете, ходите сами или как посчитать, сколько? Ну, это, наверное, совместная работа получается, потому что по закону этим должна заниматься государственная лесная служба. Ну, на практике этим занимаются и те охотники, которые ведут там свое хозяйство, и, естественно, лесная служба. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефон нашего прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, уже звонок. Да, уже, вот, надо поразваниваться очень быстро. Мы даже не успели, мы еще разговариваться, а уже звонят наши слушатели. Доброе утро. Да, здравствуйте, ну, это неприятный звонок, хоть утро приятное у нас сегодня. А я, как бы, коротко, Германия, Польша, Швеция, Финляндия. То есть, смотрите, там все то же самое, что в Латвии, все то же самое, что говорит только что ваш гость. Да, да. Человек эту популяцию, как бы, регулирует. Смотрите, гуляя по Швеции, можно видеть плася, не в зоопарке, а просто проходящему и не мешающему гражданам. Гуляя по Польше, Германии, оленя или косули, и никаких проблем нету. То есть, я могу выйти в лес и встретить визуально животных и в черте города, и в черте дорог, но очень много. И прям чуть ли не покормить их. А что происходит в Латвии? В Латвии нету животных, они где-то там далеко в лесах запрятались. И происходит это почему? Потому что охотохозяйство, общество охотников получает лицензию на одного животного. Ну, у нас официальных там 30 тысяч убивается животных в год, а реально их убивают порядка 120 тысяч. Потому что для нас сейчас охота – это средство пропитания. Людям просто тупо не выжить. Вот убив одного оленя, сдав его там под тукумс на тушенку, ты получаешь, ну, довольно количество большой тушенки, на которой ты можешь проживать полгода. И наша бедность, она заставляет убивать и идти на преступление, ну, ради того, чтобы буквально выжить в наших семьях. В чем ваш вопрос? У нас нету документов. Спасибо. Плохо работает ваш гость. Спасибо. Ну, вот есть ли такое, я понимаю, что, ну, скорее не вопрос, комментарий в том, что нет ли такого, что, ну, звонивший говорит, что гораздо больше убивается животных, чем выдаются лицензии, просто потому что многие люди, ну, пытаются выживать, зарабатывать на этом, делать это нелегально. Ну, нет, я не могу согласиться с этим, и также не могу согласиться с тем, что у нас мало животных, потому что у нас, если так уже по учету брать, в год добивается приблизительно 7-8 тысяч лосей, популяция насчитывается около 23-25 тысяч животных, да, оленей добивается более 20 тысяч, косуль, это даже сейчас трудно сказать, но это будет 50-60 тысяч приблизительно, да, и кабанов, пока еще чума их не сразила, добивалось максимум был 46 тысяч, и не чувствовалось, что животных становится меньше. И тут надо еще, ну, сказать то, что лесоводы еще недовольны тем, сколько мы добиваем, и они бы хотели, чтобы мы добивали больше, потому что довольно много ущерба наносится лесным посадкам. То есть, те животные, вот я хотела спросить, чем же они так мешают, например, те же косули или оленя, они портят лес? Да, и в многих местах, особенно это курзами, да, уже, ну, лесоводы говорят, что невозможно вырастить молодой лес, что практически 100% съедают животные, стирают, съедают. Что с хищными животными? Они вот это не регулируют, они же вроде как должны в дикой природе, как-то им хватает, им остается? Хватает, хватает, хватает им и хватает охотникам, всем хватает. То есть, получается, что у нас меньше, например, хищных животных, чем вот рождается вот тех же там косули, кабанов? Ну, в природе существует, как сказать, кормовая пищевая цепочка, да, и естественно, тех, которых поедают, всегда будет больше, чем те, которые едят, иначе они начнут вымирать. Вот еще я, у слушателя, расслышала вопрос, где можно встретить диких животных, или кто-то, наоборот, не хочет с ними встречаться, или, может быть, у кого-то очень острых ощущений? На самом деле, везде. Везде дикие животные встречаются, в том числе и в черте города. И мы сами помним, ну, не в данном прошлом, да, что в Риге была проблема, и пришлось тратить какие-то и средства на того, чтобы вывезти из Риги кабанов, которых отлавливали довольно большое количество, и убирали его с города. Количество охотников с годами, оно остается постоянным и растет, уменьшается? То есть, вот насколько много у нас людей, которые занимаются охотой, и как это регулярно происходит? В данный момент в Латвии насчитывается 25 тысяч охотников. Активных из них приблизительно это 21 тысяча. Это можно судить по документам, которые получают в госслужбе. Ну, количество охотников с каждым годом уменьшается, и, ну, приблизительно на 500-700 до 1000 охотников. А почему уменьшается? Стареет, одна часть, наверное, не стойко популярно это занятие и у молодежи, потому что новых охотников, молодых, которые поступают в ряды, ну, тоже около 1000 насчитывается. Да, но это не покрывает то, что уже, скажем так, мы стареем. Средний возраст охотников в Латвии приблизительно 54-56 лет. Они приходят молодые из-за, ну, я, может быть, какую-то банальную сейчас мысль выскажу по поводу вот этой всей моды и тенденции на экологию, защиту природы. Ну, у многих в глазах защита природы – это не то, что вы делаете, а наоборот, все оставить, как есть, да. Связываете ли вы с этим или просто у людей нет интереса? В какой-то мере, да. В какой-то мере это связано и, ну, так скажем, с зеленой волной, так называемой, да. И в какой-то мере это тоже довольно, ну, тяжелое занятие охота. Это и физически тяжелое, и намного легче, скажем, полежать на пляже, чем бегать по кустам, мокнуть, мерзнуть. И еще заниматься, ну, скажем так, биотехническими мероприятиями для подкормки животных, постройки вишек и прочее, прочее. А насколько это дорогое занятие? То есть, сколько стоит экипировка охотника? Я бы сказал, дорогое занятие, да, потому что, если, ну, говорить о специальной одежде хорошего качества, то, ну, полностью, ну, одеться, ну, это может обойтись и в несколько тысяч. В таком же и варианте с оружием, и карабины, и ружья, и оптики к ним, и все это снарожение, это все-таки вылетает в копеечку. Вот по поводу денег и снижения количества охотников, существует мнение, что Министерство земледелия, да, следит за вот этими вот ценами на лицензиями, разрешения на охоту, и если есть планы повысить эту сумму, как вы к этому относитесь? Довольно негативно, потому что в данный момент желание повысить цены там не на проценты, а в разы. Было 14, хотя это 40 евро. Да, ну, 40, также за разрешение, если было у нас евро 40, да, уже сейчас желают уже десятки евро за это разрешение получить. И, наверное, если такое будет принято, это приведет к негативным последствиям, потому что маленькие клубы, особенно такие охотничьи клубы, где побольше пожилых людей, они не смогут финансово это, ну, выдержать. А как вы думаете, почему вообще такая мысль пошла? Не потому ли, что, ну, вот считается, что это такое, ну, достаточно дорогое удовольствие, то есть этим занимаются те, кто может себе это позволить? С одной стороны так, а с другой стороны мы бесплатно работаем, ну, на защиту тех же посадок лесных и сельских, да. И это, в конце концов, обходится с нашего кармана все. Если за это придется платить, это тоже будет дорого. То есть вам бы еще могли приплачивать за это? Ну, так бы пришлось, да. Ну, вот у нас спрашивают слушатели, это сейчас тоже тема муссируется, в том, что в Латвии разрешено охотиться на рейс, а у наших соседей в Эстонии и в Литве эти животные занесены, ну, вот в Литве в Красную книгу, а в Эстонии на них охотиться запрещено. И вот сейчас открыт с 1 января уже сезон охоты и, ну, приводят данные в прессе, что бывает, что охотники отстреливают и самок, и рысята, не способные прокормить себя, погибают, то есть вот, ну, там рисуют такие вот картины. На самом деле с тем, что сезон был сокращен, мы, скажем так, соглашаемся, и это разумно, научно подтверждено, да, потому что в декабре все-таки эти подростки рисей могут бить при плохих условиях, что они не созревшие до конца, не способны сам и может быть охотиться, да, и есть возможность, что могут гибнуть. Потому мы с этим соглашаемся, что с 1 января, тогда они уже более взрослые, лучше обученные и будут, ну, 100% выживать. Что относится к количеству, конечно, тут можно спорить, потому что научно подтвержденное количество установлено самый-самый низкий уровень, да, и на самом деле рисей намного больше. Я бы сказал, что раза в два обязательно. Отчего это исходит? Мы часто встречаем рисей, и если мы этот лимит добиваем по чернотропу, как в этом году, да, без специальной охоты на рыся, просто случайная охота, случайные встречи, то это значит, что количество животных, ну, приличное. А вот как вы знаете, у вас есть какая-то электронная база между собой, ведь клубов же много по всей стране, как знать, что вот сегодня вы там убили рысь, вчера в другом клубе где-то там в Лепой, например, две рыси убили, как это все понимать и отслеживать? С законом установлено, что мы обязательно должны немедленно сообщать о добыче рыся, о добыче волка в Гослесслужбу, и, естественно, за этим Гослесслужба следит. И когда разрешенный лимит подходит уже к концу, тогда охота разрешена только согласовывая Гослесслужбой, чтобы не было такого, что мы добиваем больше, чем отведено. У нас звонок, да. Просто очень давно данный человек дозванивается, поэтому... Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, пожалуйста. Доброе утро. Я просто хочу сказать о чем, что я живу в Риге сама и летом уезжаю в Латгарию. И там у нас происходят такие вещи, что раньше у нас лоси жили, ходили, косуль было очень много, лисы, зайцы. Очень было приятно видеть это. Но сейчас у нас очень много охотников. Они постоянно проезжают мимо нашего дома, в лес туда, и только слышишь выстрелы. И лосей нет давным-давно уже. И косуль нету тоже. И когда... И так происходят такие вещи, что, видимо, убивают матерей этих самок. И остаются малыши. И просто... И потом собаки нападают на этих детенышей. И я в прошлом году просто была в шоке, когда пошла в лес. Часто хожу за грибами, за ягодами. Увидела разорванного малыша у него. Ну, в общем, я плакала, стояла. И это не первый раз. Понимаете, какое происходит у нас безобразие. Я хочу спросить, к кому я могу обратиться, чтобы проконтролировали этих охотников. Потому что у нас не то, что мужчины, а женщины охотятся. И сейчас еще даже дети решили детям. Это просто страшно. Спасибо. А вот по поводу детей отдельной, да, тоже разговор будет. С какого возраста можно? Что скажете? Куда обращаться, если есть подозрения? Возможно, это и браконьерство? Или если просто человеку кажется, что что-то не в порядке? Ну, если есть подозрения о незаконных действиях, естественно, тогда надо обращаться и в полицию, или в госслужбу. Это ведут контроль за процессами охоты. И за соблюдением закона. С какого возраста можно? Вот слушательница говорит, что чуть ли не дети на охоте. И вот как это разрешено и как контролируется? То есть, ребенка можно ли брать с собой на охоту? С какого возраста? И с какого возраста он может вообще получить в руки, условно говоря, оружие? Ребенку, ну, чтобы идти на охоту, нет ограничений по возрасту. Ну, как каждый родитель посчитает необходимым, так и может с собой детей брать. Я знаю, что берут и трехлетних малышей на охоту, и они с удовольствием идут и наблюдают за животными. Потому что охота – это не только стрельба, это и наблюдение за животными. Оружие в руки, скажем так, могут получить с 16 лет. Ну, в присутствии родителя. И с разрешения обоих родителей. Только в присутствии. И он сам купить не может. Купить может оружие с 18 лет. Вот когда вводили эту норму сейчас уже, да, тоже было очень много разговоров. Надо, не надо. Вот сейчас вы видите, увеличилось количество, вот, например, 16-летних, которые вот уже с этого возраста охотятся. Потихоньку это количество растет, но не скажу, что это очень много. Какой-то бум. Ну, там бум нет, и никакой угрозы, скажем так, ни обществу, ни морали тоже нет. По поводу охоты и разрешения, вот, вы упомянули, да, что рыся с 1 января, в общем-то, получается так, что весь год он охвачен, да, потому что есть какое-то время, когда там волки, когда косули, когда олени. Есть вот какой-то месяц или, возможно, несколько месяцев, когда вообще охота на любых животных запрещена? Вообще, чтобы запрещено, наверное, такого нет, потому что, скажем, тех же кабанов, лисиц, янотовидных собак, норок, мы можем, имеем право добивать круглый год. Ну, на Рейсей сезон это начинается с 1 января, окончается максимум 31 марта, или по исчерпанию отведенного лимита, это значит этих 100 особей. На Волка 15 июля по 31 марта максимум, ну, и не более того, чем эти отведенные 270 голов. Чем могут вообще жить клубы, да, вот мы про деньги заговорили, если там Министерство земледелия все-таки примет решение и поднимет, чем может клуб жить? Это может быть какой-то охотничий туризм развивать, или вот тем, что вы забиваете животных на те же консервы или колбасу даете, просто будете клубу больше с этих денег платить? Ну, основной бюджет клубов образовывается из членских взносов, которые сами клубы себе договариваются, сколько каждый будет в кассу клубов носить. То есть помимо разрешения вот этих лицензий еще клуб как бы берет? Клуб, да, берет. И часто бывает, что именно эти лицензии покупаются за те деньги, которые мы сами скидываем, да. И это в среднем где-то по Латвии, ну, около 100 евро. Это членство в клубе. За год? За год, за год, да. Скажите, вот что дает клуб охотнику? То есть какая разница, вот может быть человек хочет просто отдельно, в какой смысл ему вступать в клуб? Смысл в том, что каждый клуб имеет отведенную какую-то конкретную территорию, на которой они ведут свое хозяйство. И на этой территории охотятся только члены клуба или, ну, с разрешением членов этого клуба там можно охотиться. Ну, у меня как раз, да, был вопрос, как это регулировать. То есть получается, что каждый на своей территории, и не может быть ситуации такой, что на одной территории, например, три коллектива, три, вот, там, не знаю, компании охотников, которые на перестрел там стреляют и как-то охотятся. Нет, нет, нет. Конкретные территории отведены для этого конкретного клуба. Да, и все конкретно знают, кто там охотится и когда, и как. То есть не может быть такого, что человек пошел на охоту в лес и случайно столкнулся, он не знает, что еще кто-то охотится. И вот мы подходим, наверное, к теме таких вот драматических случаев, когда охотники могут подстрелить друг друга или какие-то другие вещи. Нет, нет, практически это исключено. Ну, вот была ситуация недавно, в декабре, да, когда два охотника, один другого случайно не туда, как он говорит, что не туда было направлено, неправильный угол стрельбы выбрал. Да, пожалуй, такие плохие ситуации тоже встречаются. Слава Богу, очень мало в Латвии, да, у нас были, ну, не знаю, несколько лет и таких случаев не было даже смертельным исходом. Ну, тут, сколько я имею информации про конкретные несчастные случаи, там было грубое нарушение правил техники безопасности. Там был произведен выстрел по линии охотников, что категорически запрещено. Но, тем более, я, ну, не могу понять вообще эту ситуацию на загонных охотах, чтобы было безопаснее, делаются, ну, такие постаммонты, да, на которых охотник забирается, это где-то полтора метра высотой. И я считал, что это совершенно безопасно. Если охотник находится в такой вишке, значит, уже возможности, ну, пораниться практически нет. Но оказалось, что есть все-таки. Если грубо не соблюдать технику безопасности, оказывается, что умудряются и попасть на вишки. После этого проводятся какие-то дополнительные проверки, инструкции? Не знаю, человек же должен там раз в год, например, проходить какую-то там инструкцию безопасности, обновлять знания. Перед каждой охотой руководитель охоты напоминает о мерах техники безопасности, которые надо соблюдать. Так что это напоминается каждый раз, когда мы собираемся на охоту. Не говоря уже о том, что мы проводим семинары по обучению. Ну, я имею в виду, это охотничьи организации, которые объединяют охотников бесплатно. Да, чтобы все могли, желающие прийти, прослушать то, что новое законодательство и то же самое относительно техники безопасности. Много напоминаний не может быть. А если там грибники, вот, например, сезон, когда грибной, вы аккуратнее как-то лишний раз посмотрите, проверите? Потому что знаете, что, например, осенью всегда сезон. Конечно. И осенью на это особое внимание уделяется. Да, мы должны соблюдать все меры безопасности относительно окружающим тоже. Потому что, ну, грибники-то попадают и в те же охотничьи угодья и территории, где проводится охота одновременно с охотниками. И не в курсе, что там охотники. Бывали случаи, что вы, ну, не подстрелить, но просто, что говорите, тут охота, идите куда-нибудь в другую сторону. Ну, конечно, конечно. Ну, и хотелось бы, чтобы эта коммуникация была всегда позитивной. Не всегда там так позитивно все получается. Не поделить лес. Все-таки эмоции и с одной, и с другой стороны появляются. И тогда мне, ну, не знаю, звонки по телефону и жалуются, что вот тут охотники там что-то нехорошо сказали. Или наоборот, грибники что-то не так сказали. А вообще тихая вот охота, вот вы упомянули, что это не только все-таки убийство зверей, но это и наблюдение. Вот люди получают удовольствие и от того, что они просто наблюдают жизнь зверей, ну, вблизи диких? Конечно, и далеко не все охоты заканчиваются с добычей животных. В многих ситуациях мы просто наблюдаем, мы знаем, что на этой территории там такое-то, такое животное живет. Знаем, и где они ходят, и как, по каким временам. И, ну, очень в многих случаях не добиваются. А вы сказали вот, что вы рассказываете, как меняется законодательство. Ну, как часто вообще оно меняется? Вот насколько часто нужно проводить такой инструктаж? Законодательство, может, не так часто меняется. Ну, все в жизни развивается, и охотничье хозяйство в том числе. Да, ну, напоминание о технике безопасности, оно не меняется, и оно написано кровью. На самом-то деле, да, ну, напоминание это уже все время, постоянно. Звонок? А, сорвался пока звонок. По поводу туризма тогда, если можно, я дожму тему. Приезжает ли к нам охотиться, и насколько это распространено, что мы можем, например, по сравнению с нашими соседями предложить? Каждым годом более, ну, скажем, популярным становится, как охотничье место Латвии для иностранных охотников. И, естественно, это приносит в наш бюджет соответствующие денежки. Это десятки, сотни людей? На данный момент я конкретное количество не смогу сказать за прошлый год. Ну, приблизительно четыре-пять сотен охотников. А есть какие-то экзотические, приезжают там, например, не знаю, из Австралии? Там, где другие леса, другие животные, вот для них это что-то необычное. Ну, с Австралии, наверное, не так много приезжают. У нас более популярно со скандинавских стран. Это Финляндия, Швеция, очень много Дании, Германия. Ну, бывают и с Америки, и бывают с далеких стран тоже. Спрашивает по WhatsApp, услушатель, как вы пришли к этому роду деятельности? Исходили вы просто из развлечений или из идеи помочь популяции? Считаете ли вы, что это для вас хобби или ремесло? Для меня в конкретном случае это жизнь моя, это моя работа. А как пришел, ну, наверное, это уже как в семье было. Мне и дедушка занимался, он был лесником и охотником. Естественно, отец тоже был лесником и охотником. И также я сам имею образование лесовода и биолога. И вся жизнь моя связана, ну, сколько я себе помню, столько связан с охотой. Можно ли сказать, вот я просто подвожу к тому, что можно ли сказать, что это особый тип человека, охотник. И очень часто, когда мы смотрим американские фильмы, в том числе там о войне за независимость, в принципе, вот мне кажется, что основа людей, которые, ну, у которых было такое обостренное чувство справедливости, у которых было оружие и возможность оказать сопротивление, это были, ну, вот люди, которые жили охотой. То есть вот какой-то особый тип человека, который вот стал, можно сказать, даже основой американской нации. Ну, в Америке охота очень популярна. И, скажем так, и мы популяризируем Латвию в Америке, потому что мы конкретно, я сам участвую в трех выставках в этом году, в охотничьих выставках, да, где мы представляем Латвию и предлагаем охоту в Латвии. Относительно какому-то особому типу людей, ну, наверное, нет. Охотник – это идеальный человек, общество – это тоже идеальный в обществе, потому что за ним следят все, кто могут следить, в том числе не охотники и нежелатели. Так что мы должны сильно думать всегда о каждом своем шаге. Мы не имеем права там погулять по газону с открытой бутылкой пива, потому что если будет протокол, значит, охотник лишится охотничьих прав и на какое-то время оружия. То же самое относится и алкоголь за рулем и прочее. На охоте алкоголь практически уже отсутствует. Ну, было, да, раньше, это какая-то культура тоже растет, наверное. Да, раньше было, когда я сам был молодым охотником, тогда, конечно, это было страшно иногда, если приезжали там 30 человек с автобуса выходили, и с 35, если могли устоять на ногах, то эти были только мы, молодые. Но это было, конечно, страшно, и я удивляюсь, что так мало несчастных случаев все-таки было, да. Сейчас таких ситуаций я не представляю, это уже невозможно. Погода в этом году, все они говорят со всех сторон, и невозможно и у вас тоже не спросить, высказывается ли это как-то на охоту, на ту же популяцию животных, вот вы как-то замечаете, наоборот, например, чаще выходят. Или есть тоже, как вот зимняя рыбалка, так же и зимняя охота, кто-то страдает из-за того, что там не похрустит снег под ногами. Не, ну, конечно, все бы мы хотели немножко морозиться и чуть-чуть снегу, чтобы было, да, и чтобы мы тогда могли, ну, так, целенаправленно поохотиться на тех же хищников. На данный момент это просто случайная охота. Но для животных, конечно, такая зима – это радость. Зеленая травка, и все доступно для них. Ну, при этом говорят, что многие животные не могут поспать нормально, спать в спячку, в том числе, например, про медведей, вообще там страшные истории были, что они просыпаются, заснули, проснулись раньше, потому что тепло там, и есть нечего, детеныши едят, в общем, какие-то такие вот не самые приятные ситуации. Ну, такое, да, такое есть. У нас тоже, да, власть? Медведь, да, он довольно все-таки приспособлен и к такой среде тоже. Естественно, что кормов у него на данный момент меньше, да, и, может быть, что он в основном в этот момент охотится тоже на других животных. Что ему, в общем, наверное, не свойственно в обычной жизни. Ну, так нельзя сказать, он всеядный и довольно успешный охотник. Он такой, ну, если выглядит неуклюже, то совсем в жизни не так. Он очень ловкий, очень быстрый и очень дерзкий. В общем, лучше медведя не встречать в лесу. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вот тут по радио 4 недавно рассказывали про бобров, что они восстанавливают наши бывшие заболоченные места, то есть восстанавливают природу все. А на той неделе меня неприятно поразило, что вот когда была демонстрация уличная кухонных блюд в Риге у нас, и там было одно из блюд, блюдо из хвоста бобра. На них тоже охота разрешена? Просто как-то неприятно прозвучало. Спасибо. Спасибо. Ну, бобров у нас очень много. И, скажем так, конечно, люди в основном только бобра видят, ну, в канале возле оперы, да, мы видим, проплывают. А на самом деле бобр из своего старания делает очень много и вреда. И нам приходится с ним сильно бороться, потому что в тех местах не всегда он строит свои дамбы, где нам это интересно. И затапливает также и леса, и поля, и тогда, хочешь не хочешь, надо его оттуда выгонять. А выгнать это очень сложно. Если мы за день дамбу разбираем, частенько за ночь он строит обратно уже. Слишком трудолюбивое животное. Очень трудолюбивое и очень талантливый гидротехник. Это интересно, конечно, природа так создает. Наши слушатели волнуются, значит, по поводу того, что земля вот в Латвии распродается, остается ли для того, чтобы походить. Ну, дескать, вот, ну, иностранцам, я понимаю, иностранным компаниям продают. Что по этому поводу? Ну, открытый рынок. Есть открытый рынок, и тут мы ничего не можем поделать. Да, во всем мире мы тоже имеем право поехать куда-то, не знаю, в Польшу или в Данию, и если по карману, мы можем купить землю там. Также иностранцы приезжают сюда. Но чтобы это становилось проблемой, ну, такого не заметно. Те же самые наши охотничьи клубы с этими владельцами земли заключают договора и охотятся на тех же территориях. Потому что хозяева также заинтересованы, чтобы там кто-то охотился и кто-то присматривал, чтобы не было ущерба сельскому и лесному хозяйству. Они тоже хотят что-то выращивать. Вам часто приходит, ну, оправдываться, да, вот мы даже, ну, слышим по сегодняшним слушателям, в общем-то, наверное, это нормально. То есть вот вы свою историю рассказали, что вы лесовод, и что у вас это как-то по фамилии передается, да, в семье. Но для большинства людей наверняка, да, вы все-таки сталкиваетесь с тем, что там убийца и вообще как вы смеете. Часто приходится оправдываться и понимают ли вас люди, удается ли донести это до людей, или все равно для них вы агрессоры, которые вот ходят и ружьями машут. Ну, это, наверное, повседневно. От этого никуда не деться, потому что какая-то часть общества не воспринимает охоту и охотников, и у них свое мнение. И есть, конечно, нейтральные, и тогда приходится людям объяснять вообще, зачем охота, смысл охоты, и что мини-убийца, это, ну, регулярно. Это, в принципе, моя работа. Ходите объяснять, что к чему. И звонок еще. У нас, да, много звонков. Здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Хотелось бы узнать, что сейчас творится с охотой, вот с арбалетом и луком со стрелами. Спасибо. Арбалет и лук в Латвии запрещенный способ охоты или метод охоты. Ну, в других странах это очень популярная охота с луком. И где-то в 14 европейских странах тоже разрешено. И самые ближайшие наши соседи, где разрешена охота с луком, это Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Белоруссия и сейчас Россия тоже. А почему у нас запрещено? Были какие-то случаи? Мы пытались, ну, как открыть охоту. Ну, оказалось, что, скажем так, оппозиция, которые выступали против, ну, были более удачными, чем мы. Еще звонок. Сейчас как раз вот человек, да, а вот перезванивает на человек, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересное интервью. Животных у нас много, надо всех перестрелять. Значит, смотрите, на цифрах, на цифрах у нас животных реально много. Но если бы у нас было их много, так же, как в Швеции или Финляндии, мы бы их визуально наблюдали. Если мы их визуально не наблюдаем, значит, их мало. История с кабанами, которые пришли в Ригу, это единственная история за 10 лет. А теперь конкретно о преступлениях. На каждую выданную лицензию охотнику одного животного убивается плюс 3. Ни один охотник не был наказан. Если кого-то и поймали, это парня не из коллектива, не из охотного коллектива, а просто случайно. Вот только этих людей ловят. Охотников реальных никогда не ловят нигде. Спасибо. Существует ли охотничье лобби, когда защищают и прикрывают, возможно, какие-то преступления? Ну, знаете, нету необходимости на одно разрешение добивать несколько животных. Потому что как раз наоборот у нас проблема, и которую мы сейчас пытаемся решить, создавая специальную аппликацию, чтобы, ну, каждое добитое животное сразу отмечалось с координатами, фотосъёмками и всем прочим, да. А эту аппликацию вводят не потому, что добивается больше, а наоборот, потому что охотникам, скажем, выдают, ну, 100 разрешений. Они реальности, они добивают 20-30. И остальные бивают случаи, когда садятся просто за стол и списывают разрешения, как будто добитые животные. И это создаёт проблему как раз вот с этим ущербом, который наносится лесному хозяйству. Так что тут немножко ошибочное такое мнение. Я не исключаю, что где-то может быть какие-то ошибки и нарушения. Ну, за этим строго следят. И, ну, у меня нет на руках статистики, сколько наказывается за год охотников или неохотников, которые нарушают охотничье законодательство. Ну, это количество достаточно большое. А вы упомянули вот это приложение. Через какое время оно будет доступно и будет введено? Это только для охотников или, например, просто человек вот там интересуется и сможет зайти и посмотреть? В Финляндии такая аппликация работает, введена, и она доступна всем жителям. Каждый может там делать пометки, где замечено животное и где какие-то там, ну, не знаю, что-то их интересное было, привлекло внимание. В Латвии мы надеемся ввести аппликацию со следующего сезона, хоть в тестовом режиме, ну, если мы достанем финансирование, потому что эта аппликация, чтобы ее ввести, обходится чуть больше, чем 100 тысяч. И таких денег так уже просто не взять. На финансирование вы рассчитываете на государственные, или это все-таки частные инвестиции? Мы надеемся на европейский проект, да. Если это удастся, все, тогда, ну, введем аппликацию. Тут, к сожалению, время заканчивается. Человек спрашивает, есть ли животное, которое может перехитрить в лесу человека? Или человек самый хитрый? Я бы так не сказал. Я бы сказал, что животные на ровных условиях имеют очень хорошее зрение, хороший нюх и хороший слух. Отличие от нас. Потому что мы, если бы животные осознавали до конца, насколько они сильные, мы тех же волков бы боялись в лес ходить. Но они, слава богу, боятся нас. Председатель Латвийской ассоциации охотников Харальд Барбекс был у нас в студии. Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего.